С начала года на железнодорожных путях, пересекающих городской округ Люберцы, погибли 14 человек. По сравнению с прошлым годом рост существенный. Ситуация вызывает обеспокоенность в администрации округа правительстве Московской области. Специалисты службы безопасности дорожного движения и РЖД провели совместный рейд по профилактике травматизма на железной дороге. Подробности далее. Несанкционированный пролом между станцией Ухтомска и станцией Люберцы-1. Один из наиболее опасных проходов через пути на территории городского округа. С начала года здесь погибли два человека. Несколько получили увечья. Этот участок опасен тем, что он рассекает город Люберцы, скажем, на две части. Движение здесь с установленной скоростью до 140 км в час. Интенсивность движения также большая, что электропоездов, что пассажирских поездов. У граждан пролом популярное место. Утренние часы. Все спешат на работу. Поток такой, что представитель администрации не успевает делать замечания. Здравствуйте. Вы в курсе, что вы нарушаете административный... Ну, до свидания. Все равно здесь дорогой. Все равно ночью я здесь жительница. Все равно ночью тут все разбомбят. В курсе, что нарушили административное законодательство? Я больше не могу делать. В РЖД, чтобы установить интенсивность людского потока, провели наблюдение. Зафиксировали, что за час здесь в среднем проходит 40 человек. На территории городского округа таких участков 4. Значит, это Томилино. Это сам город Люберцы. Уже сама станция Люберцы. Вот здесь вот в районе платформы Ухтомская. И в районе платформы Косино также люди не соблюдают безопасность. Ходят в сторону метро. Именно на этом переходе в этом году погибло 2 человека. Роста по сравнению с прошедшим годом именно на этом переходе нет. Но, в принципе, на территории городского округа Люберцы у нас с начала года погибло уже 14 человек. По сравнению с за тот же период прошлого года погибло 8 человек. Обследование ограждений железнодорожных путей на предмет проломов проходит еженедельно. При обнаружении ремонт занимается РЖД. Заделывают в течение трех дней. В сутки ни одно ограждение на таких тропах не продержится. Его заново проламывают, перепиливают болгарками, все что угодно. В некоторых местах машинами видно, что дергают и выламывают целые секции. Штраф за проход в несанкционированном месте 100 рублей. Граждан штрафуют, но это особо не помогает, говорят участники рейда. В настоящее время достигнута договоренность с полицией на транспорте, чтобы оформление производилось не на месте правонарушения, а в отделе. Чтобы человек, решивший пройти через пролом и сэкономить 10 минут, проводил в полиции, оформляя штраф, несколько часов. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.